Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я расскажу про осенние покупки, также здесь летние есть покупки, также подарки. И, наверное, начну с туши от Maybelline Felsies Volume Express и Volume Express Lift Up. Очень нравятся туши, очень красивые ресницы, накладные, нарощенные, сильно объемные, то есть тушь создает эффект накладных ресниц, очень красивые ресницы. Получается, я очень люблю Maybelline и, конечно же, когда она уже подходит к концу, тогда она осыпается. А эта тушь серии Express Lift Up действительно делает красивые ресницы, они еще, помимо того, что становятся объемные, они также загибаются. Очень нравятся туши, я их просто-просто обожаю, кукольные просто реснички. Следующий продукт, который мне подарили, была пудра от Vivienne Sabo, Anjolimoyen называется, она для всех типов кожи, это крем-пудра. Насчет матирования, не могу сказать, что она сильно матирует, то есть надолго матирует кожу, какие-то скрывает недостатки. У меня в первом оттенке этого я не заметила, что она скрывает какие-то недостатки. Матирует она, не знаю, в принципе, я пользовалась на часа 2-3, не дольше. Лично у меня увлажняет, да, она очень хорошо, не создает сильного эффекта маски, это да, то есть нужно наносить ее чуть-чуть, набирать на кисточку, и тогда будет все окей. В принципе, пудрами я не пользуюсь, только рассыпчатые, потому что мне не очень нравится, как любая пудра, и люкс, и масса, и вообще пудры не очень люблю на своем лице. Следующий продукт косметический, это Эльф Стик, мне подарили хайлайтер в оттенке Голд Пич, очень хороший продукт, быстро можно сделать макияж, но опять же для обладательниц сухой нормальной кожи, так как у меня жирная, и он у меня просто стирается, исчезает, растекается, ну не сильно прям растекается, но пропадает. Очень красивый оттенок, и я очень жалею, что у меня не сухая кожа, очень красиво на лето именно, и на загорелую кожу будет именно в самый раз. Классный продукт. И следующее, что у меня появилось, это Невея, двухфазные средства я уже рассказывала, предпочитаю все же пинки, а удаляю, если остались карандаши, подводки, в принципе, и оставляю такую жирную пленочку, но очень быстро удаляет продукты. То есть подводки, карандаши, туши, если вы красите в два слоя, ну спонжиков 5-6 вам придется выкинуть, может и больше, кто как расходует продукт. Крем очень понравился, то есть спора не закупоривает, увлажняет хорошо, пленки не оставляет, одушки сильно нету, очень такой приятный крем, очень-очень понравился. Он ночной для нормальной кожи серии Regeneration Night Care, Aqua Effect, да, очень хорошо увлажняет, в принципе. Следующий продукт от Венса Бо, фиксатор, я уже рассказала много раз об этой базе, тоже очень нравится, но нам нужно наносить аккуратно и брать чуть-чуть, согревать пальчиками, то есть подушечками пальцев и наносить. Если переборщите, макияж испортите. Консилер тоже вызывает в первом оттенке, хорошо маскирует круги, но в летнее время, конечно же, затекает в морщинки, то есть, так, конечно же, это огромный минус. А в холодное время года именно хороший продукт, он мне пригодится. И следующий продукт, это любимый крем от L'Oreal, тональный Alliance Perfect, совершенно синий, опять, я очень хотела True Match серию, но на прилавках были только темные оттенки, мне не подошли. И я взяла, как всегда, N1, выравнивает, разглаживает, подстраивается под оттенок кожи и нету эффекта маски. Очень хороший крем, кожа у меня с ним дышит. Следующие помады от Avon, здесь разные серии, могу только сказать, что понравились больше всего в черной серии. Сейчас у меня свочи на руке этих помад. Помад достаточно жирный, не могу сказать, что они обладают сильной стойкостью, но, в принципе, приноски они неплохие. Если вы не будете пить, кушать, тогда они у вас продержатся около 5 часов, несмотря, конечно же, как и носят помаду. Эта помада в красивом лилово-розовом оттенке, в принципе, они не сухие, опять же, повторюсь, а жирненькие. А эта серия, они очень стойкие, не могу сказать, что они прям сильно стойкие, но они подсушивают, конечно же, грубо, приятная одушка, неприятно пахнут. Этот оттенок я не угадала, он бронзовый, в каталоге он был другой, и это подойдет больше осенним красавицам. Такая вот насыщенная бронза в розовинку, в золотинку, очень такой тоже интересный оттенок, приятный. И следующий оттенок Коралл от Флор Мар, очень красивый вот он, понравилось мне очень качество этой помады, очень достаточно бюджетный вариант, и она, в принципе, хороша в носке, она не сушит губы, она не жирная, она средняя, и, в принципе, не растекается, не забивается в складочки, но образует через 2-3 часа такую вот полосочку. В принципе, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Следующее, что мне подарили, это были туалетные водички от Avon, вот так они выглядят, это Little Black Dress, Persif, Pour Blanc, и Forever. Они на масляной текстуре, очень хорошая стойкость, в принципе, мне очень нравится аромат, и Pour Blanc свежий, Forever, который я очень раньше любила, но он на любителя, он такой тяжелый, с нотками ванили, такой достаточно тяжелый аромат, но он на вечер именно, и использовала я его в основном зимой, Persif, то есть полноразмерную версию, когда у меня была Persif, тоже очень приятный аромат, и Little Black Dress, мой любимый. Конечно, уже немножечко у меня приелся, потому что оранж я часто брала, и очень нравится, в принципе, сейчас нравится, и вот такой аромат Little Black Dress, это была линитка, так выглядит, в принципе, очень стойкий, ну, в принципе, я очень люблю эти ароматы. Следующее, что я с вами поделюсь, это были палетки от Watt White, ой, ладно, не буду коверкать английский, вот такие палетки Watt White & Wound, не знаю, в 738 номере и 381, очень хорошие тени, они спрессованные, достаточно такие твердые, наносятся хорошо, лучше, конечно, наношу ей плоской кисточкой любой, тушуются они тоже хорошо, много можно сделать в макияже, эта палетка понравилась больше, как дневной вариант, с этой палеткой, то есть с оттенками, я не угадала, опять же, меня потянула на осенние оттенки, они более такие глубокие, очень интересные, очень красивые, не кричащие, это, в принципе, очень хороший продукт, очень понравился тени. Следующие тени от Elf, очень я наслышана была об этом бренде, компании, тоже очень нравятся, в принципе, единственный ихний минус, они осыпаются, держатся они очень хорошо с базой целый день, оттенки здесь теплые и холодные есть, но если делать переходы, использовать несколько оттенков, то можно превратить, начиная от темных оттенков средних, то есть навеки может образоваться каша, нужно аккуратно с ними работать, если у вас есть время, также я использую в основном два оттенка, вот так выглядит они, в принципе, а так тени очень понравились, нареканий никаких нету, то есть хорошие тени. И следующие тени от Elf, опять же, они тоже осыпаются, достаточно стойкие, с базой хороши в носке, растушевываются тоже не отлично, очень понравилось, это у нас Elf Studio, эти понравились уже больше, Smoky Look, здесь в комплекте праймер, карандаш и аппликатор. Следующие тени от Gostal Sense, это у меня сборные тени, я, наверное, сделаю отдельный обзор на них, тоже здесь вообще мега просто тени, качество великолепное, очень-очень нравится, ждите обзор, это у меня палетка Sink Pink, и это у меня сборная палетка, я вам подробно расскажу об этих тенях, и палетка очень красивая, это новинка от Sleek, Romance, не знаю, как она правильно называется, так, очень красивые здесь фиолетовые оттенки, сливовые, синий, также вот такие вот частички серебряные, золотой оттенок серебряный, очень красивая палетка, и бренд Sleek, это, наверное, лучшие тени, как и Urban Decay, которыми я пользовалась, очень мне нравится, потому что текстура кремовая, просто они роскошно выглядят на глазах, очень дорого, и действительно, то есть они вне конкуренции, очень-очень нравится. И следующая палетка, это Moa, новая палетка Matte Palette, Makeup Academy Professional, очень тоже красивые такие носибельные оттенки, можно сделать много макияжа, здесь темные, светлые, такой вот желтоватый слоновой кости, бежевые оттенки, коричневые оттенки, черные оттенки, темно-коричневый, такая тоже шелковистая, приятная текстура, кремовая, обожаю эту палетку, вообще супер-супер-супер. И также моим приобретением были кисточки от Sedona Lace, кисть тюльпан, и две кисточки для глаз, очень классные кисти, я думаю, что, как и Sigma, они, то есть не могу сказать однозначно, какой бренд больше нравится, я люблю и Sigma, и Sedona Lace, то есть они просто восхитительно, они мягкие, в работе вообще, наверное, одно удовольствие работать с теми кистями, они сохнут, конечно, для глаз быстрее кисти, чем для лица, они невероятно мягкие, то есть в работе они просто восхитительно, они потрясающе распределяют продукт, растушевывают, кремовые текстуры, сухие текстуры, вообще супер-супер кисти. И следующий это наборка, набор, простите, оттенки, вот эти кисти, здесь 12 штук, они достаточно бюджетные, очень понравились кисти для глаз, то есть у меня уже появились фавориты для глаз, для консилера очень понравились, для бровей кисточка, вот так они выглядят, тоже они очень бюджетные, и действительно они очень хорошего качества, то есть действительно стоит их приобрести, то есть если у вас нет финансов на более дорогие кисти, начните с этих кистей, или есть у нас на Украине кисти от Мальва, тоже очень хорошее качество, если вы новичок, тогда кисти Мальва, и потом можете покупать уже более, ну бренды подороже, марки, которые вам очень нравятся. Вот такие были покупочки, приобретения, всем приятного просмотра, до новых встреч, пока-пока.